Здравствуйте, это программа нефти и ведущий Лжас Байдердинов. Наверное, все вы знаете такую прискуску к различным историям, когда говорят в те далекие времена, когда казахи были голубоглазыми мореплавателями. Но если без шуток, то на сегодняшний день Казахстан это на самом деле направление в плане морских перевозок, морских транспортировок, оно очень развивается и вот эта присказка в те далекие времена, наверное, уже можно перефразировать, что сейчас это на самом деле Казахстан может считаться мореплавателями нашей компании. Поговорить о том, как развивается судоходная отрасль, судоходная компания, национальная компания. Мы пригласили Урманова Марата Кушкенбайевича, генерального директора Казмор Трансфлота. Здравствуйте. Здравствуйте, Лжас. Спасибо, что приняли наше приглашение. Очень-очень долго мы ждали этой встречи. Спасибо вам за то, что вы нас пригласили. Мы с удовольствием отозвались на ваше приглашение и очень готовы побеседовать. Да, у нас вот вначале есть небольшой сюжет про национальную компанию. Давайте посмотрим вот этот сюжет. С официального ресурса он был взят. Казахстанцы часто задаются вопросом, как Казмор Трансфлот перевозит нефть в открытые моря. Ведь Казахстан находится в центре Евразийского континента и не имеет выхода к морям и океанам. Все очень просто. Танкеры Национальной морской судоходной компании Казмор Трансфлот перевозят нефть из порта Актау в порт Махачкала. Из Махачкалы основной поток нефти по нефтепроводу попадает на перевалочный комплекс Шесхарис, на терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Это восточный берег Черного моря. Таким образом, казахстанская нефть доставляется в открытые моря. Из Шесхариса танкеры КМТФ, Алатау и Алтай перевозят нефть в порт Констанца и другие европейские порты Черного и Средиземного моря. За годы работы в открытых морях Казмор Трансфлотом было транспортировано более 32 миллионов тонн нефти. Ну, посмотрел на сайте, вот, то, как компания сейчас развивается, да, очень удивлен был, приятно удивлен тому, что такие есть успехи, да, у компании, которые, ну, фактически с нуля. У нас же, наверное, там ни во времена СССР, ни так, наверное, судооходство не было развито. Ну, Марат Кушминович, наверное, кратко такую историю небольшую, да, как компания создавалась, какие цели перед ней стояли? Ну, особенно хотелось бы отметить, что сегодня нашей компании 20 лет, правильно вы подметили, что за свою независимость Казахстана, то есть сегодня компания создана с нуля. Как говорится, ранее не было такой компании, не было в целом отрасли, в целом, именно морской судоходной отрасли в Казахстане, не было своих специалистов, кадров. На сегодня можно сказать, что с течением 20 лет у нас имеется полноценная морская судоходная компания, которая соответствует всем международным комменциям, к которым Казахстан присоединился. И, как вы видели из данного ролика, то есть мы уже бороздим не только внутри Черного моря, а также мы ходим в открытых морях, наши экипажи есть, курсанты, наши моряки есть, которые также работают в открытых морях, которые ходят в Черном, в Средиземном море, заходят во все порты Европы, в Юго-Восточную Азию ходят. Так что в полноценном смысле слова мы полноценная судоходная компания. А сегодня на танкерный флот, вот он сколько насчитывает судов? То есть, в общем понимании, там танкеры, это же вот такой, ну как корабль, а на самом деле же они все разные же, там есть для сухих грузов, есть там нефтеналивные там. Ну, если так сказать, так как Казмутранслот является нашим акционером, является на сегодняшний день 100% является Казмонегаз, то, конечно, основной профиль это для нас являются нефтеналивные перевозки и оказание там не сервисных услуг для нефтяных компаний. Поэтому акцент сделан на нефтяные перевозки. Флот делится на разные суда, которые используются, как это для сухогрузных судов, перевозки генеральных грузов, а также нефтеналивные суда. Поэтому на сегодняшний день наша компания насчитывает 6 танкеров, так называемых, Дидвейтам до 13 тысяч тонн, которые работают внутри Каспийского моря, данные суда были построены в Российской Федерации. А также мы имеем 2 танкера типа Афромакс, это Дидвейтам 120 тысяч тонн, это в 10 раз больше, которые работают в Черном море, да, и хаватят из портов уже Черного моря и в открытых морях. Поэтому у нас акцент на нефтеналивные танкера. Почему мы говорим об этом количестве, сегодня не 10, не 20, то есть мы, данный флот был построен именно под тот объем нефти, который на сегодняшний день может обеспечить минимальный груз отправителей, которые работают сегодня внутри Каспийского моря, а также в Черных морях. На сегодняшний день из порта Октау, к сожалению, мы в пиковое время, там, в 10-11 году перевозили до 12 миллионов тонн токов внутри Каспийского моря. На сегодняшний день, к сожалению, объем данных упал до 2 миллионов тонн, ну, это связано с тем, что развивается трубопроводный транспорт, расширение КТК, то есть на Новороссии, строительство трубопровода в направлении Китая. То есть в связи с этим идет, конечно, такое большое падение. При этом тот флот, который количество мы построили, где 6 единиц, они у нас не стоят, они работают внутри Каспийского моря, как с портов с российских, а также с туркменских портов в направлении Азербайджана. Поэтому, в принципе, то количество, которое необходимо, оно достаточно на сегодняшний день и не простаивает. Ну, я зрителям скажу, 120 тысяч тонн, это там, ну, чуть меньше, чем 1 миллион баррелей, да, то есть один Афромакс может перевозить. Это, на самом деле, немногие компании в мире, да, то есть которые там владеют Афромаксами и там оперируют, и это все полностью казахстанский персонал, да, то есть управляет судами, обслуживает. Ну, в открытых морях, они сказали, что 100%, на Каспийском море у нас практически 90% это казахстанские экипажи, в открытых морях у нас где-то порядка, там, 30% наших казахстанских специалистов, так как в свое время, там, в 2008 году у компании Казмодранспорт была программа по подготовке национальных кадров. То есть мы ежегодно в течение 5 лет набирали 25 курсантов и направляли в морские учебные заведения Российской Федерации, мы отучили 125 курсантов, сегодня вот часть работает как внутри Каспийского моря, а часть работает в открытых морях. Понятно, что в открытых морях работают лучшие из лучших, там большой конкурс, большой отбор, и тот менеджмент, технический менеджмент и требования, которые там есть, они, конечно, намного выше где-либо. И, ну, мы с гордостью можем говорить, что наши курсанты достойно там работают, и уже сегодня часть курсантов уже возвращается работать обратно на Каспий, работают у нас в офисе, уже в менеджмент переходят, в департамент безопасности Мария Павня, поэтому мы гордимся нашими кадрами. Ну, то есть, в нефтянке, я знаю, там почти все топ-менеджеры, там в крупных нацкомпаниях, они там проходили путь от памбуров, да, допустим, там операторов до там руководителей, ну, здесь получается там вот, так скажем, как правильно назвать, не моряк, да, а как называется, кто на судне? Нет, моряки, у моряков то же самое, то есть, ты должен пройти, ты не можешь стать капитаном в одночасье, какой бы там ни был, умный, одаренный, то есть, пока ты не наберешь определенный плавательный ценз, ты не достигнешь той следующей ступени, то есть, когда они заканчивают там высшее учебное заведение, это пять лет, морские все заведения, после этого они приходят там третьим помощником, третьим механиком и набирают тут плавательный ценз. Опять же, чтобы прийти там даже после студенческой, они должны на протяжении учебы в чемпионате тоже набирают плавательный ценз, поэтому, то есть, минимальный ценз, чтобы стать капитаном, это почти 15 лет должен, только плавательный ценз. 15 лет надо отходить в морях, да, чтобы стать там капитаном, это как минимум, поэтому в море чем не отличается, что пока ты не пройдешь все ступени, не наберешься тот опыт и будет достигнут, то есть, ты не можешь перейти на следующую ступень. Да, вот посмотрел в разделе новости, да, тоже вот очень интересно, вы плотно, так скажем, там работаете, помогаете, можно сказать, да, проекту будущего расширения Тенгиза, я прочитал, что негабаритные грузы, они вот доставлялись посредством там, в том числе, да, Казмор Трансфорта, через Волгодонский канал, я так понимаю, да, вот об этом можно поподробнее? То есть, допустим, ну вот, не знаю, машины к нам понятно, да, ну зрители понимают примерно, как к нам машины в Казахстан приходят, да, пусть они там с Америки или еще откуда-то раньше приходили, там, грузят их на паром, они идут там в Черное море, прямо с Черного моря они сюда там каким-то транспортом, но есть ведь на самом деле так называемые негабаритные, которые никакими там кораблями или никакими там традиционными какими-то там, не знаю, грузовыми машинами не перевезешь, да, и вот это делали вы для Тенгиза. Как вот это проходило, да, какие, может быть, там трудности, да, ну я так понимаю, что это такой хороший толчок для развития в дальнейшем компании? Да, компания это совершенно новая, как бы, история, да, для компании новый шаг, так называемые мультимодальные перевозки. Мы с 2011 года участвовали в данном проекте, подготавливались, мы участвовали в тендерах, мы входили в различные консорциумы с крупнейшими мировыми компаниями. В результате мы в 2016 году наш консорциум с компанией такой Blue Water получил контракт на транспортировку вот этих негабаритных модулей, ну, внутри Каспийского моря, да. И при этом тот период подготовки, который занял почти 5 лет, да, для нас это, мы получили огромный опыт. Мы сотрудничали с такими компаниями крупными, как DHL, Birtlink, Docswise, там различные мировые судоходные компании, Splithoff, COSCO. И для нас это, я говорю, очень большая школа и большой урок. И на сегодняшний день, вот мы буквально в этом году начали транспортировку этих модулей, перевезли порядка 28 модулей. Сейчас навигация закончилась, вы знаете, что эта транспортировка проводит в новый порт Прорва, который находится на севере Каспия. По каналу, который был специально для этого построен компанией Tennis Chevroil, совместно с компанией Tennis Service, они сделали канал 75 километров. И по этому каналу мы транспортируем из портов Ерсай, вот из порта Курэк. В дальнейшем транспортируем эти негабаритные грузы уже на Прорву. То есть это огромные операции, которые связаны, в первую очередь, конечно, с требуемой по технике безопасности, с использованием новейших технологий, с использованием новейших программ обеспечения. То есть связано это с балластными операциями, это с погрузками, с разгрузками, с швартовками, с швартовками. Это при сопровождении этих грузов, то есть делается огромное количество документов. Все это в онлайне, все это мы видим, каждый шаг нашего парохода. То есть, ну, опять же, я говорю, это тот огромный опыт, который мы приобрели благодаря компании Tennis Chevroil, которая доверила нам такой контракт. И как результат этого мы уже сегодня получаем различные предложения для сотрудничества. Сегодня мы из компании KPI, это вот в Атрау сейчас строится новый нефтехимический завод. То есть для этого завода мы сейчас участвуем в тендере с компанией такой, как Коско. То есть для транспортировки уже с открытых морей, там, с Юго-Восточной Азии, доставки таких же недоборитных грузов через Черное море на Каспий. Также мы ведем эти переговоры с другими крупнейшими нефтяными компаниями, там, совместными предприятиями, которые на сегодняшний день разрабатывают шельф Каспия. Это вот такие же дочинка, как Каланкас-Море, Каланкас-Хазар. Также мы участвуем сейчас, прорабатываем маршруты по доставке негабаритных грузов для оснований, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Поэтому для нас это совершенно, как я сказал, очень интересный проект. И мы о себе очень громко заявили. И сегодня, я думаю, что достойно мы, в принципе, показали этот год, то, что мы оперативно проработали без одного ЧП, без происшествия. И досрочно мы закончили эту навигацию. Конечно, это... Это, на самом деле, да, большая работа с нуля, когда, ну, если для Тенгиза, там, какой-то искусственный канал, в том числе, там, да, строят, вырыли, да. А вот, немного перебью, про морские проекты затронули, да. Есть вот такая очень-очень интересная тема, которую мы все время хотим у наших гостей выяснить, да, вот там, сколько наших программ идет. Но никто не может по ней, вот так скажем, профессионально ответить, потому что, на самом деле, такая узкоспециализированная, да, такая тема. Флот поддержки морских операций, который вот должен быть, я думаю, что он сейчас, наверное, развивается, да, для разработки вот шельфовых месторождений на Каспии. Его фактически в Казахстане нет. Естественно, там, в случае каких-то там происшествий еще чего-то, Каспийское море, оно же замкнутое, да, то есть, там, это не мексиканский залив, который там можно притащить с любой точки мира, да. Вот флот поддержки морских операций и вот сам Казмортранслот, это вот как они развиваются, да, в целом? И, то есть, будет ли все это вместе на Казмортранслоте или все-таки у каждой компании будет, так скажем, какой-то свой определенный флот, да, вот как вот это будет, так скажем, ну, там, в долгосрочной перспективе, да? Ну, я бы хотел бы немножко вот для наших телезрителей дать понятие, что такое флот поддержки морских операций, да? Да, это сервисный флот, который различного назначения, да, который используется для, как при разведке, при расследовании, при обустройстве скважин, то есть, это могут быть, там, суда снабжения, это могут быть, там, какие-то трубоукладчики, это буксиры, это баржи, самоходные, несамоходные. То есть, это огромное количество различного типа флота, которые используются для того-либо иного операций, то есть, мы говорим сегодня про нефтегаз, да, про нефтегаз мы говорим, то есть, это разведка, обустройство, дальнейшая эксплуатация, а также безопасное использование это. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 200 судов, которые зарегистрированы в государственном реестре, именно там, связанном с суда поддержки. Это различные компании, то есть, и иностранные компании, то есть, соответственно, законодательством Казахстана, который закон, он позволяет иностранным компаниям открывать филиалы и регистрировать здесь суда данным назначением. Так как, ранее мы сказали, в Казахстане вообще отсутствовала история и отсутствовал какой-либо, поэтому на сегодняшний день, в связи с тем, что Каспийское море, оно отличается от всех морей принципиально, то есть, это у нас мелководье в первую очередь, да, замерзающее море, то есть, и соответственно, то есть, та разведка, которая ведется на Каспии, оно, таких судов нету. Практически все эти суда строятся по специальным проектам для использования, по спецзаказу, да, так как, как я сказал, они экологичные требования здесь повышены. Поэтому в свое время Казмотослот также мы получили контракт в 2006 году для строительства искусственных островов для компании Аджип, сегодня НСОС, да, то есть, нами было перевезено более 7 миллионов тонн, мы участвовали от добычи, там, каменной, наоборот, до отсыпки и обустройства этих островов, дальнейшей их эксплуатации, то есть, поэтому у нас есть огромный опыт, мы, который приобрели за этот период, и на сегодняшний день, там, флот поддержки морских операций у нас составляет более, там, 16 судов, которые есть в наличии. Также, как мы ранее сказали, для того же проекта ПБР, для того, что нами построено в этом году три новых буксира мощных, которые являются также для обеспечения поддержки при транспортировке вот этих модулей, то есть, это мощнейшие буксиры на Каспии, мы их построили в Голландии, то есть, с чем гордимся, это совершенно новые суда, современные суда. Ну, и они тоже вот такой долгий-долгий путь проделали в Казахстане. Тоже, это все мы доставляли, конечно, своим ходом, то есть, они достойно прошли, как по внутренним водным путям России, это они вот с Голландии проходили через Волгобалтийский канал, то есть, и с доставкой на Каспий, и сегодня они здесь у нас работают. Ну, все-таки, в целом, так скажем, разработка шельфовых месторождений в Казахстане в целом, да, ну, то есть, там, будущей нефтяной отрасли, это там шельф, да, то есть, оно даст такой хороший толчок для развития компаний, и в том числе, там, ну, и для частных каких-то независимых компаний, которые... Ну, конечно, толчок, оно уже дало, да, то есть, уже мы говорим, что у нас есть полноценный флот, который соответствует всем международным конвенциям, этот толчок уже был дан, и, конечно, такие крупнейшие проекты, как НСОСИ, такие крупнейшие проекты, как ПБР, в дальнейшем, которые сейчас все, что... вся стратегия Казмонайгаза, она нацелена именно все, что последние нашли, нефтяные крупнейшие залежи, это все внутри Каспийского моря, внутри Каспийского моря, соответственно, в перспективе, если говорить, то есть, это будущее только за, если говорим о нашей компании, оказание морского сервисного сервиса, то есть, морскими судами, и, соответственно, конечно, сегодня, в дальнейшем, сегодня идет активная разведка, да, то есть, в дальнейшем, как вы сказали, будут идти обустройства, и потом эксплуатация, и все, что связано. Соответственно, везде это все будет обслуживаться специализированным флотом, как мы сказали, флотом поддержки морских операций, поэтому в перспективе, конечно, сегодня суда, который строится, для данных сервиса, они очень капиталоемкие, очень дорогие, то есть, и окупаемость этих судов, то есть, не менее, сегодня уже 13-15 лет, поэтому срок службы данных судов более чем 30 лет. Соответственно, уже... Это очень долгосрочный проект, который... Это очень долгосрочный проект, и мы активно, вот, с Казмуной и Газом участвуем при разработке, проектировании и дальнейшем эксплуатации, то есть, мы параллельно идем, что в будущем, у нас сейчас есть большие планы, мы сделали несколько крупных проектов, которые именно эти специализированные суда будут соответствовать всем необходимым требованиям, и в дальнейшем будут использоваться на Каспи для оказания сервисных услуг. Вот вы затронули тему стратегии, и я сразу вспомнил, что есть ведь большая такая стратегическая цель по выходу на IPO, да, там, выставление на, так скажем, частный рынок, да, частным инвесторам определенного пакета акций. Если это некоммерческая тайна, да, и какую-то информацию об этом можно там рассказать, чуть-чуть поподробнее, да, что это даст для самой компании, почему это важно для Казмона и Газа, ну и в целом, да, допустим, если это не инсайдерская информация, то есть, компания планирует в дальнейшем развиваться вот на вот такой основе, да, то есть, это более такой оптимальный путь, чем быть, так скажем, в структуре, там, в холдинге Казмона и Газа, там, 100%. Ну, это не секрет, как вы знаете, то есть, соответственно, там, с поручением главы государства, правительства, на сегодня еще идет активная приватизация, более, там, 250 компаний национальных холдингах Самрук Казана выставлены на приватизацию, различные виды приватизации, что-то на IPO, что-то через, там, электронную площадку правительства. Мы непосредственно попали в список в этом году открытым тендером, двухэтапный тендер, тендер проходил в ноябре месяце, участвовали различные, там, компании, в основном, конечно, это международные компании, и китайские компании участвовали, и компании прикаспийских государств, также участвовали несколько казахстанских компаний. Ну, мы считаем, что приватизация для компании, это, ну, тоже важнейший шаг, то есть, мы, почему сегодня выставили 51% реализации, для того, чтобы 49% все-таки оставить у национального компании Казмунегаз, как мы говорили, о нефтегазовом секторе, и какое-то избежание монополий на Каспии, чужими, там, прикаспийскими странами, но при этом 51% мы выставляем, и одни из первых требований, это, чтобы был стратегический партнер. Нам важен стратегический партнер, который будет в дальнейшем, именно партнер, который будет инвестировать, и, как я ранее говорил, то есть, необходимые большие вложения. Чтобы получать не только деньги, но и технологии. Ну, и, соответственно, понятно, и технологии, и поэтому для нас больше акцент мы делаем в поиске, почему данный тенденциал, мы акцент делали больше, чтобы это был стратегический партнер, который будет соответствовать и профилю деятельности компании, и в дальнейшем ее будет заинтересовано развитие, потому что, вы видите, сегодня в открытых морях у нас не зря два танкера бегают, там огромный потенциал. Сегодня Казмонный Газ подписал с нами контракт на 10 лет права первого отгрузки, поэтому здесь необходимо, там приобретать большой флот, то есть потенциал там есть, до 10 миллионов тонн, как минимум мы можем перевозить в открытых. Но, опять же, это требует финансы огромные вливания. И, как бы, я думаю, что, наверное, в результате вот этого видения, было принято решение о реализации доли компании Казмонтранслот. Но процесс продолжается, я думаю, что мы достойно выберем партнера, который нам даст шанс более стать большой компанией, публичной компанией, и которую, на самом деле, сегодня нам нужно и другие виды судов развивать, не только нефти, мы же являемся национальной судоходной компанией, не только нефтеналивной. То есть нам нужно сегодня, та задача правительства, которая стоит, и та стратегия развития программы именно транспорта Казахстана, то есть это контейнерные перевозки, да, то есть построили новый порт Курек, строится контейнерный терминал, соединяет Восток с Западом, то есть железная дорога для перевозки. То есть целая логистическая цепочка. И для нас стратегия развития также, дистрификация бизнеса от нефтеналивного, мы должны переходить и на другие визы перевозок. Это, конечно, стратегически важно, развитие именно контейнерных перевозок. И сегодня мы активно участвуем в этом. Компания наша стала ассоциированным участником такого ассоциации ТМТМ, так называемое транспортно-международный транспортный коридор, в котором мы участвуем, это, конечно, ориентирован на перевозку таких контейнерных грузов. И мы в дальнейшем хотим активно быть участником этого. И поэтому, так как Казмонегаз больше ориентирован на нефтесервис, нам нужен партнер, который будет еще ориентирован на другие этапоромные перевозки. Это в целом такая диверсификация бизнеса. И будет полноценная морская судоходная груза. Мартин Шмидович, вы удивитесь, у нас время передач подошло к концу. Большое спасибо за такую интересную беседу. Спасибо, что рассказали о том, как развивается сейчас вот этот сегмент, который в Казахстане, о котором в Казахстане, наверное, мало кто в целом знает. Хотя он очень важен и для страны, и для развития крупных проектов в том числе. Большое спасибо вам. Спасибо большое. Я напомню, это программа «Байдельдинов нефть». Мы увидимся через неделю на Атамикен Бизнес. Продолжение следует...